привет друзья вы наверное заметили разительные перемены в кадре дело даже не в том что юра сегодня в шарфике дело в том что я в пиджаке да я вот как бы вот у меня есть пиджак теперь да я его себе купил объясню почему мы здесь дело в том что я испытываю легкое чувство вины потому что я привел юру сначала ваша съемка была не резкая условия были не очень поэтому я пытаюсь искупить свою вину и так как я все-таки ресторанер да а мой портал пишет про ресторана уже на протяжении трех лет то я воспользуюсь своими возможностями своими связями и пригласил юру в ресторан русский который является одним из лучших ресторанов столицы расположен москва-сити и где мы не только чего-нибудь съедим но и попробуем каких-то нормальных водок дело в том что все таки хочется понять что такое премиальный сегмент наконец-то сможем о вкусах и поговорить о что потому что были запросы поскольку я вам говорю там это там водка там про пролет этой водка про мёта реально про вкусы и мы не говорили хотя в общем водки есть вкусы да понимаете дело в том что дегустирует ваша не но было бы во первых не совсем корректно во вторых нас бы вы дегустирует ресторане я считаю вполне нормально вот и давай наверно ты посмотри меню чего ты хочешь да потом я полностью давай бы мы просто закажем там не знаю там пять водок например разная ну по 50 грамм что здесь лучше давать описали сколько у них вообще не разорезь сочетут по подку заказал ночь у меня тут связи от узнают и любят как и во всех ресторан вот страны прекрасно такое меню она в коробке подается коробочка вот русские вот здесь дают петушка сахарного здесь есть реклама вискаря это нам не надо надо нам рекламу и это нам не надо здесь get премиум этот по твоей части по автомобиль но и автомобиль кстати смотрите как это работает стоите взять в лапке меню как сразу появилась прекрасная официантка здрасте здрасте а вы то есть вы прям визитку сразу с телефоном с личным мобильным нет нет это 354 групп но мне все равно при чем с вашим и служит у сразу написано люблю люблю вкусняшки а вот 354 высота а это группа компания у нас семь четвертый этаж или 80 85 мы оба не правы но бы не правда так вот значит спроси про водку да вот скажите вот у вас тут водки они все премиальные не забыли я тогда выберу одну выберу даже или ты будешь мнения я полностью вкуса ты же наш эксперт давай тогда возьмем онегин этому водку и и принципе давно хотели попробовать возьмем белугу возьмем органика life потому что мы сравним у нас было про органику с тобой передача и возьмем финляндию и возьмем кремлин классика вот я уточню смотрите нам для съемки нужно показать пять бутылок да но выпьем мы их не целиком нам буквально мнением отеля надо 50 грамм да но но желательно чтобы вкус и не смешивались если не трудно прийти пожалуйста каждый бутылки под верю всего 10 рюмок и 5 бутылок сможете да и еще раз да онегин кремлин и вот classic белуга финляндия и органик life да 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 так из еды пирожки давай чуть-чуть закупить заказу все о чем советует отлично гудай это увидишь это прям сугудай и властвует типа как карпаччо такого ну давайте на ваш вкус тот тонкими ломтиками я конечно могу сказать мне как обычно да но но строганина она же мам мороженое чудес дальше будет ассортируйский запусок меброс печени и форшмак на тостах и зелёдочка очень форшмак все-таки наши блюда уже будут давайте таки наши блюда уже будут да так пока пока марина сейчас все это будет нести дайте я скажу покажу панораму все-таки не зря мы забрались на такую верхотуру так вот значит сидит юра а если чуть-чуть повернуть камеру то вот будет такой тут пейзаж природы вот прям с видом на пробку можно тут любоваться красиво то есть они там все за рулем им пить нельзя они еле едут а мы значит тут с юрой в ресторане и нам пить не только можно но и нужно так давайте же поснимаю крупным планом а стоит что это для чего крупным планом чтобы ты сейчас чего нибудь умный рассказал про премиальные водки ты же знаешь у народа было очень много вопросов да а почему я должен переплачивать там полторы тысячи две тысячи то есть за что я плачу и ты же им сам ответил в нашем первом сюжете люди платят заплатят за свои иллюзии так вот ты как-то мог бы распространить вот эту идею то есть за какие иллюзии стоит таких денег или можно только иллюзии меня в немного подлавливаешь потому что я бы не хотел совсем уж принижать людей которые покупают более дорогую водку потому что все таки дороговизна она оправдана некоторыми опциями качества мы например в этом могли убедиться последнем визите на кемлянский завод когда там есть биозер но там и вся эта история она начинается от зерна от ограничения урожайности и вообще поэтому нельзя так хочу совсем за иллюзии плюс вкусовые есть предпочтение это работа с водой работа с самим приготовлением водки то есть это обязательно угольная колонна как правило используется это не ускоренная технология потому что это малые тиражи и ну понятно что дорогая водка производится меньшими объемами в количестве чем а дешевая это точно совершенно вот поэтому уже точно совершенно что это будет не торопливое приготовление которое обуславливает вот ну и вкусовые качества как известно любые процессы создания качественного продукта они требуют определенного как бы такого времени которое всегда сопровождает произведение искусства да то есть а успокоиться и слово она и виноделие есть и в производстве водки то есть смесь должна успокоиться там пройти какое-то время выдержки но то есть эти вопросы они конечно премиальных водок касаются и обуславливают их высокую стоимость и вкусовую разницу более того что сами вкусовые различия они могут быть заметны у премиальных водок поскольку производители создатели вот этих примерных водок они ищут своего потребителя они пытаются этим вкусом попасть вот в ту в ту аудиторию которая выберет этот вкус среди прочих других и будет уже дальше лояльно к нему на протяжении долгого времени вот и вот они пошли бутылочки ты можешь кстати про них что то рассказать про них что тот знает ну я знаю производительным можем же их называть наверное то есть ну я на самом деле из этих водок вот органика life для меня водка мало знакомы остальные водки я знаю и про них что она очищается начался доме ну вот марина чего чего она делает очищается начале на чай вот ты же говорил всегда так придумать какую-то историю он не на хочу придумать наш это правда все свечи вы такое видели марина когда темно во первых она может освещать дорогу официанту это тоже удобно правильно эту друг чтобы не споткнулись вот ну конечно водка онегин то есть это вообще нам понятно что это такое ну я даже не знаю где это разливается знаю что бренд принадлежит компания симпол вообще пушкин когда придумал фамилию этого персонажа он взял это от онеги это река такая и такая знаете игра слов онегин нега сами старое слово русское нега как который означает некое расслабление там отдых приятные да и конечно это все подсознание действует вот это слово на российского потребить значит белуга я тоже знаю прекрасно этот бренд этот бренд который свое время пробил нишу премиальных водок это замечательная наша рыба который символизирует белужью икру черную да то есть одно из наших так сказать великих достояния россии которая делает наши нас известны во всем мире так несет сказать послание от россии в любом сообществе элитном как черная икра и так далее ну финляндия тут там только как говорится ленивые и не знает и не пил когда-то то есть это для тех кто в 90-е роз это не знаю до абсолютно финляндии это были две марки которые говорили о том что ты крутой то есть те могло это нравится не нравится ну если не было абсолютно заказывали финляндию если вот и в общем закончена водки кремлин эворд это вообще водка с очень интересная история вот как будем дегустировать и рассказать ну прилежит а компания привел он делается по лицензии управляем делаем президента дальше я там еще расскажу они тоже вот очень интересная и она скажем так на мой взгляд среди сеть ходу выделяется не только легенды но и вкус дайте это попробуем все ясном прекрасная марина разольет под верюмочки каждой водки мы с тобой сможем от все оценить почувствовать если разница все садись садись 5 садить пить так теперь скажи мне как дегустируют водку у меня будет сразу два вопроса 1 как вы дегустируют и второе смотри если мы говорим про премиальную линейку да значит у нее есть вкус хотя некоторые люди пишут со вкусу водки нет что-то вообще напиток который просто глотают и вот сюда чтобы вот просто кассете забыть на самом деле это не так вкус есть водку можно сидеть там смаковать как дистиллят и чтобы она там наполнял ароматом вот или там такой не проходит как и правильно ну в принципе наше потребление она является по сути правильно традиционно то есть это но опрокидывать рюмку вот я этого делать не буду сейчас ну ты можешь совершенно спокойно вот но в принципе на моих глазах а наш преподаватель у нас пересаде конечно трасс дегустировал водку вот по чуть-чуть как бы смогу ее а чтобы понять вкус да да то есть он наполнял ей рот как бы и полностью ее там ощущал во рту то есть мне не пытался ее проглотить сразу потому что в общем тут ведь коренная коренное различие в потреблении напитков вообще потому что они всегда ищут там вкуса а мы всегда просто ну пытаемся быстрее за тоже но если я вот так вот пробовать у тебя это не обожжешь себя там ничего нет это господи тоже водка этими спирт чистила давай возьмем по рюмочке жена с там 1 органика давай попробовать я нет там они отсюда нас ближайших хорошо давай так держите бы я далеко не ходить так ну все равно далеко происходить но мы будем чокаться лишь коня как а у нас мы же не пьем и дегустирую за зрителя камушком за наших замужком потихонечку вот камушком вот так показывай как надел ну не я давай так ты будешь по-русски пить вот так хоп и пошла а я буду просто набирать вот и не про так а выдыхать перед этим можно ну ты когда забываешься же убиваешь вкус нет ну теоретически забивать наверное не очень правильно вот но я запил ничего здесь такого нет плохого в этом ну давай ты выпьет уже хотел спросить вот этот вот типичный этот звук который это вот это вот для чего это надо надо я не знаю это уже не из области делаем не из области дегустации может это надо чертски ну я ложку хорошо я сначала попробую как ты вот международного опыта дегустации водки меня нет хорошо я попробую пригубить и отлично ведет русская водка с еврейским фуршмаком еще нет ты кстати когда говорю что можно там во рту показать него не действительно искус есть немножко так яблочком отдает да вот и нам есть есть что-то тут не зерновые какие-то такие привкусом кстати там был вопрос почему водку добавляют сахар и живой вашу водку добавляют у него все умягчают умягчают то есть ее приятнее пить ну она лучше заходит но это великий спор да какой должна быть настоящая водка то ли она должна быть вот пожестче или помягче все таки когда на наш рынок пришел абсолют он принес вот этот мягкость водки которая со многими играет такую предательскую историю да потому что пить вроде ее как воду потом бабах и вторая смена так дай сейчас будет арестами да давай ну ну мягко да да это водка мягкая вполне но для она такая так ты правильно заметил она вот такая именно вкусная я буду здесь выставлять уж потом я чуть-чуть оставил может быть потом когда мы будем сравнивать уже эти вкусы послевкусие я тогда так вот так форшмачком ты рекомендуешь в закусе я попробовал форшмаком не очень и очень тесно говоря получилось неплохо нам но служим меня опять же волнует вопрос когда вы дегустируете вина вы же вообще ничего не едите у вас там максимум хлебные палочки это зума и дим нет а вот с крепышами можно там и форшмака чего угодно у нас сейчас не вполне дегустация мы тут в общем с тобой практически выпиваем вот ну на таких дегустациях профессиональных крепких напитков тоже нет закусок понять есть хлеб есть вода вот но закусок нет по идее нам с тобой тоже закусывать нам потом ну да просто у тебя активизируется вообще вот когда ты много еды на столе стоит у тебя уже все это видишь ты и она слюна у тебя пошла отделяться и в общем тебе уже в каком-то смысле ну ожидание ну как бы нет ни от водки от еды я понял вот как бы такая история так давай белу на белу к белу и расходе частенько угощали вас этих тест-драйвах почему-то автомобильные пиарщики предпочитают белугу всем остальным вот так что я в общем пробовал и здесь предлагает слючки взять но она пожестче чувствуешь а вот забавно да когда сравниваешь да то есть посмотри мы же обычно пьем одну лодку в чем брейска стоит 5 до когда сравниваешь то сразу чувствуешь разницу да чувству не кажется да однозначно на попали ты как-то беднее чем органик органик он как-то но больше в сторону дистиллятов не кажется ну давай мы все 5 сравним меня я могу точно сказать что она жестче да это я пока эти два но что есть русская водка все-таки мы вот переходим к этому вопросу да ты должен чувствовать продукт то есть должен ли он быть таким значит игре вот детский сладким до должен ли он быть таким знаешь женским что ли ну да согласен миллион должен быть нашим баня жахнутых жахнул мне кажется еще ситуации зависит от температуры от много чего потому что напомнил мы как-то выбрали под новый год другу нашел один деревню нам деревне деревне и мы приехали там ударило минус 35 не топливный дом дубильник но я человек который шашлыки сделать любой ситуации я пошел жаришь улени и вот но известно мне друзья налили водки что в этом не умер и не вот полстакана грамена я так махнул думаю дышали сделать в него доналили оказывается же когда снаружи минус 35 то у тебя водка соответственно сколько там получается 5 градусов из вообще не воспринимать круто говорит но вот там надо было даряндом на интервью спирт на было ли пожёстче но смотри мы уже вот установили различие то есть у нас это водка мягкая питкая это пожёстче ну качество ее от этого не становится хуже просто у нее такое более как бы такой сам забористый задорит задорный приход такой классе а попробуем значит буржуазную версию финляндию давай буржуазная наше сказать водка но что могут на за российско-финскую дружбу на давай что-то что-то захотелось как-то сразу честно говоря съесть чуть повесоме типа этот сме и брод да уж слушай ну честно говоря что-то как-то заразу летучая из мысли о премиальности не кажется пожалуй соглашусь по моему она похожа на обычную вот по моему это просто честно говоря кто-то трэш по моему тоже вот как-то вот ну хочется сказать к никого не хочется обидеть у меня то упрекает что я слишком лоялен но честно говоря да нет но я думаю что все таки не только в области балета но и в области водки все-таки мы лидируем не это это абсолютно объектив уже знаете у нас все программы у меня на канале консультации объектива мы чуть чувствуем то расскажу кого нам обманывать уже нас видите насквозь уже сами все это про уровень сами знаете поэтому ну конечно карно сильный застолье молодец четки спасибо но ты понимаешь у меня на фараду логотипы в моих видео связи слова ресторанер да и ресторан там как всегда не приезжай ни к чему ничего не ладони же про ресторан напишу нашли рожали к кау про алкоголь наш как-то используется эти все очень вкусно да просто вообще просто идеально в меру и так но слушай я еще это самое могу давать все рекламу чечника рекламу себя на канале друзья я вообще-то несмотря на свой бомжеватый вид на самом деле журналист да я пишу разные издания вот и например если у вас есть автомобиль audi но служит его в дилерском центре то в любом дилерском центре в каждом свежем номер журнала вы находите мою подборку новых ресторан там четыре самых лучших самых свежих ресторан бесплатный журнал пожалуйста в любом дилерском центре audi а журнале volkswagen вы можете каждый тоже новый журнал выходит с каким-то рецептом от шеф-повара очень классные рецепты у меня главред он большой гурман вот он выбирает очень хорошее блюдо мы находим шеф-повара там прям очень вкусные штуки которые может повторить дом так что пожалуйста можете и там тоже меня читать я просто объясняю какой я имею отношение к ресторанам почему юрий здесь нравится ну потому что как бы потому что хороший ресторан а круто так где мы напомним того что это панорама она просто шикарнейшие я вообще сидишь такой смотришь так поехали дальше кремлин эворд давай я про не честно вообще ничего не слышу но ты знаешь чем а сразу отличается от других ты видишь вот это единственный бутылка на которой есть медали ну да обратил внимание ну люди значит гордятся этим а вот скажи мне это означает же другие не вешают медали ли они их не получили ну возможно мне не оставьте да да давай марину спать марина вы же все знаете про водку правду но скажите вот медали только на кремле на общем других нету мне кажется она по названию просто нет но кремль то по названию да я имею ввиду что она медали просто так не вешают так значит я хочу сказать подожди я щас медалью почитаю интерес так тейстинг голд так сан-франциско волк спирит 2016 золотая медаль звезда прода экспо продать это не твоя история ты же что-то мутил это это немножко не мой конкурс но так бы же водка еще что-то 2014 какой-то ты еще тут у вас это связь ну такие нормальная между нормально еще сзади он какие-то меня я просто если вы не верите вот понял как я не знаю как вам показать чтобы это было видно ты про ничего вообще реально через ваш выяснил да вот давай мы кремли never насчет медали то есть во-первых если люди честно получили медали если они не боятся участвовать конкурсах они конечно их размещают на этикетку понимаешь поэтому я думаю что это не показать я не хочу еще сказать в ущерб от этих ну я знаю что белу где бы выше эту ну выше не выше люди поставили участвую конкурс международном получили а награду все на обоснованная публикация на этикетке давай давай пробовать да ну камушком за марину ну вот это уже получше так закусить рам хочется закусить конечно конечно хочешь водка же хотя ты знаешь но сейчас не закусываю сразу но это водки интересно послевкусие вот обрати внимание такой немножко лимонная да вот и она на мой взгляд она вот посередине по жесткости и мягкости вот по соотношению между органиком и белугой баланса еще не такая прям совсем вот дамская как ордон не такая горлодерка как белуга на и уж конечно рядом не стоял спиной где-то ну хотя здесь стоит рядом но на самом деле рядом не стояла а проигравших хорошо или ничего для него больше не трогать не будет чтобы не портить международные отношения не потому что никаких международных решений мы порт не были не мы их начинали не нам их портит да не нам их точно так ну и последний наш это онегин который мы уже говорили онегин деревня где скучал евгений была прелестный уголок ну да так опёршись на плотину ленский покуривал гнилой дымок гнилой дымок да это ну давай по не гену ну давай помянем мне тоже а бывает термин никакая ну то есть ну ну вот не благая не хорошую вот как бы она такая ну то есть нейтральная совсем ну как-то она не вызывает каких-то эмоций интересных да легко всему не есть такая знаешь как-то спирту возносить то ли сейчас еще она ближе к спирту да чем класса давал ну смотри давай теперь сравню на тебе извини давай закусим потому что я также практически до конца допиваю я это на я ем ты молодец ну поешь ли ту же так а чё нам дали чем-то тот вот эта рыба отлично кстати попробую ты дает еще не дотягивался дождь его пробовал давай я уже я уже успел ее поесть а это сугда ты держи я держу я тебе положу и себе хорошо не сугуда это объединил прям такой закусон а наш как-то по-другому называла или тоген саммер борт брод или бросим суммер братья бутерброд а вот эту сугуда и сугуда это вот это прям но на байкале немножко по-другому на этом подачу другая но по идеям на штуку вкусно давай так ну а мы продегустировали 5 водок и в общем ну к чему мы приходим с чертским причем почти единодушно вот у нас кстати не так часто сбывает с господином чешским единство мнения но вот здесь мы с ним сходимся видимо сказывается близость возрастная и духовная но один и тот же институт авиационный да и все-таки мои рулит мои роли значит так вот хотя их не всегда значит мы попробуем органик белуга финляндия кремлин и онегин органик нас удивил самого начала какой-то своей такой волшебной питкости но потом он немножко все-таки насторожил таким ну как быть слишком заигрывающим своим вкусом то есть нету такого лица своего и такая на мой взгляд излишняя сладковатость все-таки для водки это мало 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 как сказать это никто не украшает водку белуга пошла по другому пути она пошла по пути брутальности силы но она в общем все-таки на мой взгляд рисковать финляндию мы отбросили на задние позиции нашего рейтинга честно говоря вообще вам не понравилось кремлин как раз удивил вот сочетанием необходимой доли мягкости и брутальности и онегин ну не удивил как быть какими-то индивидуальными качествами просто на мой взгляд он в общем достаточно ординарен вот поэтому что мы имеем на сегодняшний момент да то есть мы имеем очень красивую упаковку вот например по внешнему виду на мой взгляд вот я бы выделил кремлин и выделил бы конечно органик потому что здесь ну это просто гламурная какая-то история плюс ко всему что марина рассказывал что она как-то там светится в темноте возможно это уже лишнее как бы такая все-таки в мужском стиле водочном это аскетичность вот кремлевская история здесь есть и выпуклый знак который вот настоящий нанесен по всей видимости кстати это ручное нанесение потому что я не представляю как на линии это нанести скорее всего это ручная работа вот плюс ко всему как я уже обещал я могу рассказать немного о истории вот этой водки у нее получилось какая тема значит когда россия советское молодой государство начал выходить на международный уровень появились там дипломатические приемы стала развиваться дипломатия советской страны понадобилось понадобился напиток который может представлять нас на различных светских раутах международном уровне конечно это стало водка потому что этим напитком стала водка почему потому что водка это все равно хотим или того не хотим она пока что во всем мире ассоциируется с нашей страной наоборот наша страна ассоциируется с водкой поэтому были найдены рецептуры дореволюционные царские и была создана на их базе официальная рецептура кремлевской водки который присутствовал на всех дипломатических приемах вот затем там было несколько век например что там дают меньше значит например в ялте на знаменитые конференции которые участвовали рузвельта черчилль и сталин эта водка подавалась она подавалась пятьдесят третьем году на там каком-то тоже знаменитом событие еще там ряд великих событий были связаны с рецептом этой водки потом там 90-е так немножко все стало разрушаться и вот компания привела на она выкупила этот рецепт она имеет право на ли у нее есть лицензия то есть патент на эту рецептуру и по этой рецептуре она разливает эту водку поэтому можно сказать что это этот продукт он на сегодняшний день несет себе тот вкус который был заложен ну как бы наследие во-первых дореволюционных рецептур и во-вторых это разработка которая была получена лучшими специалистами и уже в советские времена там советскими институтами советскими учеными она доведена до некого совершенства и до скажем так того облика который был наиболее подходящий для представления россии на международном уровне при помощи водки вот такая история хорошо давай как-то подытожим смотри мы с тобой продюсер агустировали 5 водок премиальных значит они в меню дать мне немножко в районе 500 на смотрите они ген я я говорю сам за за 50 миллилитров они им 47 рублей криминам и ворд классик 430 рублей значит дешевле чешки но это место не для простых людей подожди 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 белуга но был 470 органика 470 финляндия 430 чем еще брать все органика сказал до 47 короче смотрите да по деньгам по деньгам значит кремли на ворд классик стоит столько же сколько финляндия остальные на 40 рублей дороже да но при этом кремлин ворс на классику он как выясни превосходит сами разумеется то что мы сейчас говорим это наши с юрием субъективные оценки ну да да вот но то что они совпали это как бы ну по сути как можно народ в лице черского и специалисты в лице меня алкоэксперт подчеркиваю юра есть сайта алкоэксперт где вы всегда можете узнать самую свежую информацию об алкоголе вообще любом туда же бывает информация когда у меня сайт веноскоп веноскоп я опять что-то упустила не алгоэксперт это творчество это b2b ресурс там новости рынка а веноскоп это сайт освещающий все винные события вообще все алкогольные события вины события школы сомелье потрясающе ребят вы наблюдаете в прямом эфире историю когда чешский узнает от юдича какой у него на самом деле сайт потому что юрий юдич помимо того что у меня там еще очень скромный человек он очень редко упоминает свои заслуги подводочку и так еще раз веноскоп веноскоп да ну там латиницей наберете легко запомнить обмену слова скоба просто эксклюзивный я его придумал и как обычно я все придумывал к эксперту же придумал кит медиа там так далее ну поедим но кстати дальше карты это похоже на печень трески вот эта история тоже привет марина значит я просто больше вот камера включена мы кажется с собой сейчас допьем эти 5 вырежешь под меня подожди прежде чем мы их допьем давай человек какой-то ну завершение же записать эту давайте чуть-чуть еще раз ну лайма ты сам остался ну полно куда я кстати крем на допил слушай так и обратите внимание что что практически большинство производителей используют для водки так называемую пробку типа камин ну да то есть эта пробка это хорошо ли плохо составляет как бы она универсальная то есть как композиционная да то есть она состоит из пластиковой крышки и вот такого основной основной части пробочной которая часто изготавливается собственно из пробкового дерева сейчас стал изготавливать из полимерного материала который на который кстати венщики тоже переходят вот и как видите эти пробки практически все премиальные позиции кроме вот почему-то тоже но это кстати хорошая идея потому что и просто не у меня несколько раз было когда затыкаешь какой-нибудь там не знаю крепкий напиток вот пробочной штукой то она туда присыхает отламывается а пластика не отломится ну вот белуга например видите что здесь это тоже полимеры да да вот но они сделаны под проб пробку натуральную вот ну это вообще из коньяка пришла эта история почему камин название так тысячами на россии жить хорошо у меня есть чешник и так тоже пользуюсь случаем я хочу отметить мы пропустили на самом деле годовщину выхода первого репортажа нашего с денисом трудом к из пятерочки он был 31 октября мы пропустили дату вот мы сочи мы же не гонимся за датами просто снимаем чтобы и вам и нам было интересно вот но давайте отметим годовщину алкогольной тематики моего сайта который вообще-то 11 лет канал пить ты начал значительно раньше да но к черту подробности да ваш здоровье камушкам для твоего тоже но смотри не ошибаюсь или вот у всех этих водах есть еще какие-то там типа как это называется у вас вертикальные вот эти дегустации когда выше выше дороже дороже нам да ну мы с тобой же где-то каком-то ролике рассказывали о том что есть где дегустация горизонтально вот у нас сейчас горизонтальная да то есть это дегустация разных хозяйств значит 1 1 типа продукта примерно равно вот эти все водки они все из одной знал блока меню но мы специально я специально брал в одинаково цене в этом ресторане около 500 рублей за вся грамм но 430 около 400 давайте называть вещи своими именами ресторан тут крутой он не дешевый ну это он тоже расположен не в кузьминках и он в облаках растят меня жители кузячин покажу что мы в облаках сидим пожалуйста а вот собственно город там вот уже облака и мы в этих облаках сидим юра в этих облаках выпивает даже есть что-то пытается да извините перебил продолжить да даже крупный план и это была как раз так называемая так называемая горизонтальная а если мы мы можем взять ведь у каждой премиальные водки есть разные линейки но в разные марки в линейке вот и мы с удовольствием подегустируем с игорем какую-нибудь одну марку то что называется вертикальным образом то есть разные ее название да то есть ну типы то есть они там бывают органик не органик классик не классик то есть там поэтому вот мы можем приглашать да нет мы можем не призы можно предложить потому что на самом деле бюджетов у канала на это нет да да я как каждый раз когда пишу что вы можете пожертвовать на канал там сколько денег необычно ну там 100 рублей присылают там ну 200 там три человек человек 4 вот то есть на эти деньги мы вертикально дегустацию не проведем мы не настаиваем то есть при любой возможности с у нас куда-то зовут дегустацию мы дегустируем все но если вы хотите предоставить нам всю свою вертикальную линейку всей вашей продукции можно со мной связаться с юрием пожалуйста не вопрос мы продегустируем но просто нету нету средству канала смогу закупать а так пожалуйста на и кожи кожи с вами были юрий юридич и игорь чешков до новых встреч пока